Это не триллеры, это реальные истории. Наверное, все помнят, как искали Ксюшу Бокову до последнего, надеясь на благоприятный исход. В нашем крае в год ищут порядка тысячи детей. Многих находят, но кого-то ищет долго. Подавляющее большинство, единичные, вот на настоящий момент, единичные случаи ненайденных детей у нас в регионе. Ну, детей и подростков мы тоже к этому относим до 18 лет. Из малолетних – это Виктория Цыганова, республика Алтай, два года. На настоящий момент она является ненайденной, но там с большей долей вероятности, ну, то есть природная среда – это, скажем так, бич ребятишек. Водоемы и леса – тот самый бич. Игру воды и на опушке часто заканчиваются исчезновением, особенно маленьких детей. Зачем таких малышей родители отпускают – отдельный вопрос. Но пропадают и более взрослые дети. С большей вероятностью исчезновения можно было бы избежать, если бы в семье знали правила, как сохранить свою жизнь. В очередной раз родителям и деткам о них напомнили в парке изумрудом в день пропавших детей. Детские поиски наиболее резонансные, наиболее находящие отклик у населения. И вот этим мероприятием мы как раз хотим привлечь внимание общественности к существующей проблеме, призвать к неравнодушию граждан. Если, допустим, видят плачущего, потерянного ребенка, чтобы подошли, предложили помощь. В рамках мастер-классов накануне рассказали и показали, как вести себя, когда пропал ребенок. Что делать в первую очередь? Как научить свое чадо самосохранению, найти с ним общий язык и правильно объяснить правила безопасности? Ребенок задержался, вовремя не пришел, уже вызвали полицию, обратились в Лиза-Аллер, да, то есть как бы максимально быстро это нужно сделать, мы всегда об этом говорим. И тут вот ребенок приходит, да, заходит, открывается дверь и заходит ребенок. Да это ни в коем случае нельзя ругать детей. Никогда. Надо обязательно обнять, сказать, боже мой, как я переживал, как хорошо, что ты пришел. Наши дети, вот они настолько незащищены, и я думаю, что обязательно надо и чаще такие мероприятия проводить. Иногда родители не все могут объяснить, а в силу нынешней жизни иногда и времени не хватает. А вот детей ждал квест. Задания состояли из разных задачек и ситуаций, приближенных к реальным. И сегодня в России продолжают кого-то искать. Лучшим завершением поисков не только для родителей, но и для поисковиков являются слова «найден, жив». Это всегда счастье для нас, неважно на какой момент. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком.